Приветствую вас! Сразу первое, что бросается в глаза, то, что вы не дописали свой вопрос. У вас, собственно, отсутствует даже сам вопрос. Вы, как бы, начинаете писать текст, и он обрывается в определенном месте. Исходя из того, что вы написали, можно сделать вывод о нескольких вещах. Во-первых, за своей женой вы расстались, она ушла. И на то, чтобы уйти, у нее были, ну, по крайней мере, для нее достаточно важные и, наверное, уважительные причины. Соответственно, полгода назад она возвращается к вам, и вы начинаете встречаться снова с проблемами. Вот не совсем понятно из вашего сообщения, те же это проблемы или нет, что были раньше, но даже если эти проблемы не те же, даже если они другие, то есть большая вероятность того, что проблемы, которые у вас были раньше, они никуда не делятся. Они остались, эти проблемы, и они по-прежнему являются нерешенными для вас. Если это так, если действительно проблемы остались нерешенными, то в первую очередь вам нужно опрессовать, очистить те первичные проблемы, из-за которых ваша жена от вас в первый раз ушла. То есть, условно говоря, нужно ответить на вопрос, что заставило вашу другу от вас уйти, изменилось ли что-то у вас после того, как она ушла, и решились ли как-то проблемы, по которым она ушла от вас. Если нет, то, так или иначе, те негативные триггеры, которые спровоцировали ее уход, вполне вероятно будут провоцировать вновь ее же уход от вас в следующий раз. Эти проблемы не были решены. Это первое. Второе. То, что касается ситуации, о которой вы пишете в самом конце своего сообщения, это то, что она, по вашему мнению, почему я говорю по вашему мнению, потому что вы достаточно лаконично пишете, что она поссорилась с вашими с сестрой и братом, или со своими с сестрой и братом, непонятно, чьи это брат и сестра. Но, тем не менее, факт ссоры был, и это, как я понял, повлияло на ваши отношения. Понимаете, чтобы там не было у вас, чтобы не заставляло вас сейчас переживать проблемы, вам нужно понять главное, что родные и близкие в личных отношениях участвуют настолько, поскольку. И с кем бы она, ваша жена, не ругалась, вам нужно понимать, что здесь, в этой ситуации, в ситуации конфликта с родными, она выступает не как классическая женщина, а как субъект по человеческим отношениям. И ваше право поддерживать ее в этом конфликте, или не поддерживать. Вы не можете брать ответственность за нее каждый раз, когда ей приспичь, например, поругаться с кем-то из ваших или ее родных. Но вы, безусловно, можете, если хотите, ее защищать, и брать ее в сторону. Поскольку это отвечает вашим собственным представлениям о том, что правильно, а что нет. При условии, опять же, что женщина, ваша жена, то есть, вас поддерживает в аналогичной ситуации. То есть, если факт поддержки есть, то вы, соответственно, можете поддерживать ее. Еще раз повторю, если это не идет в разрез с вашими ценностями, идеалами и представлениями о том, как вообще все должно быть. Потому что это не стандартные, нетрадиционные отношения между мужчиной и женщиной. Это все же, чуть-чуть другое. Это другое. И вот это нужно вам понимать. Дальше. Дальше мне бы хотелось вам сказать следующее. что поскольку вопроса вы своего не задали, то полагаю, что, скорее всего, ваша супруга вновь поднимает тему о своем уходе, вновь она говорит, что, наверное, от вас идет, и так далее. Если это действительно так, и это она действительно вновь опять хочет от вас уйти, то вам нужно понять, что причина того, что она уходит от вас, или собирается уйти, или, там, не знаю, гравит уйти, или еще что-то в этом роде. Так вот, причина этого заключается в том, что, простите, у вас были некоторые изначальные причины, которые и не позволяют вам сейчас быть максимально близкими друг к другу. И вот до тех пор, пока вы, этот момент для себя не уясните. До тех пор, пока вы не начнете решать те самые изначальные первичные проблемы, которые у вас были и есть со своей женой, конфликты между вами лично будут продолжаться. И их будет, будут запускать все что угодно. Любая ситуация будет запускать конфликт между вами, потому что между вами изначально присутствовали эти самые проблемы. И чтобы этих проблем не было, чтобы они не мешали вам жить, вам необходимо именно их убрать, именно их разрешить с этого. А уже после, уже после думать о том, как решить те проблемы, которые есть у вас на данный момент. вот в принципе то, что можно вам сказать. Полгода назад вы говорите, говорите, что обращались к нам. Полгода назад вы, видимо, получали консультацию от наших специалистов. и мне не очень понятно, к чему вы пришли. То есть, был ли какой-то прогресс у вас в результате этих консультаций? Проходи, работали ли вы с кем-то из наших специалистов? Если не работали, то почему? Видите, ли проблема вероятно осталась та, которая была изначально, раз вы с ней вновь обратились к нам. Да, я понимаю, это скорее всего вам неприятно, но тем не менее, к сожалению, проблема осталась. И соответственно, я предлагаю вам разобраться сперва первоначальной проблемой, а уже потом думать, как решить то, что с вами происходит сейчас, на данный момент. потому что по-другому вряд ли можно представить себе, как возможно решить вашу проблему. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. если какие-то вопросы дополнительные остались, задавайте их в личку, буду рад вам помочь ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я надеюсь, что вы примете верное решение относительно своей жизни, я надеюсь, что вы не ограничитесь задаванием или, лучше сказать, публикацией вопросов в общем разделе, а все-таки запишетесь на полноценную консультацию и разберете все ваши проблемы, которые вас волнуют. Да, вам будет существенно проще выработать более адекватную стратегию поведения в ситуации, в которых вы оказались. Желаю вам всего доброго и удачи. и удачи.